Так, дорогие друзья, всех приветствую. Добрый день, доброе утро. Сегодня мы с вами отправляемся на закрытие сделки по продаже квартиры. Очень была непростая сделка, я бы сказала, эксклюзивная. Как нам сказал менеджер банка, это четвертая сделка по России такого плана. Ну и вкратце расскажу вам предысторию этой сделки. У нас получается, почему они редкие, по сути все понятно, все просто. Обычная продажа, обычная покупка, без всяких цепочек. Но, в любом случае, через банк, через Сбербанк, поэтому и, в общем-то, и сложность в этом. Квартира во временении Сбербанка покупает ее с ипотекой Сбербанка, соответственно, покупателя. Сейчас есть очень интересная акция у Сбербанка. Можно взять под тот же процент ипотеку, что и брал предыдущий продавец. Получается, если нашему покупателю одобрили под 13 процентов, с лишним даже, с половиной, сейчас тем более опять ставки там всякие повышаются, то моя клиентка покупала 5 лет назад эту квартиру под 9,5. Конечно, это очень выгодно, удобно. И найти такого покупателя и продавца крайне редко, крайне тяжело, потому что как раз суммы остатка долга и недостатка, как говорится, недобора, они у них совпали. Поэтому, в общем-то, и мы друг к другу подошли. Поэтому, конечно, я считаю, что такая сделка, она необычна и для банковских сотрудников и Росреестра в том числе. Что у нас было в самом начале подготовки? В самом начале подготовки это было заявление, которое мы писали. Моя клиентка должна была написать в банк, что меняется заемщик. Вы не поверите, это заявление мы согласовывали 3 недели с банком. Но мы не торопились, потому что, как бы, мы торопили банк, да, но сами мы не торопились, потому что наш покупатель еще свою квартиру не продал. Поэтому мы знали, что у нас еще впереди целый месяц, да. Мы даже больше, я вам скажу, я выставляла заново квартиру, потому что гарантии, что они продадут. У них было расселение сложное, ее покупали, расселение коммуналки. Но все цепочки, как бы, были не взаимосвязаны. При этом все равно мы зависели от ее продажи. Ну и получается, что заявление наше очень долго согласовывали. И нужно было покупателю, соответственно, заполнять анкету, которую она исправляла просто, я не знаю, энное количество раз. И самое, что обидное, что в этой сделке, как банк говорит, для нас это не новая сделка, не новая ипотека, поэтому мы никаких агентов сюда не добавляем, ни в какие чаты. Мы общаемся только с продавцом, и все. Вот это, наверное, основная ошибка, потому что я даже заходила под ее паролем, чтобы понять переписку, о чем там вообще просят. Потому что моя клиентка не могла толком, ну скажем так, до них донести информацию, спросить, что необходимо. Также один в чате ответит, по телефону ответит другой. И из этого было много несостыковок. Но самое обидное, что когда все согласовали и время назначили сделки, я как раз вам съемку делала в день сделки, нас подставил банк, сказав, что такую сделку мы не проводим с электронной регистрацией. А что это значит? Это значит, что нам нужно было записываться в МФЦ для подачи документов. Ну, я хочу сказать, что это был, конечно, шок, так как записываться в МФЦ нужно заранее. Ну, у нас все прошло хорошо, мы нашли и место, где можно записаться, и мой вам лайфхак. Мы в наглую, да, мы пошли в наглую умолять в ближайшей МФЦ на Невском проспекте, чтобы нас взяли без очереди. Нас взяли, спасибо им большое. И мы подали документы. Но на этом тоже все не закончилось. Через пару часов перезвонили из Сбербанка и сказали, что мы не подписали еще один важный документ к кредитному договору. И пришлось нашему покупателю ехать опять в Сбербанк, подписывать этот документ и ввести его в МФЦ доп. пакетом на согласование и регистрацию. Ну, вот эта система, которая еще не отработана, такие сделки, которые еще не... Я не знаю, почему у банков и сотрудников нет списка документов, да, почему они заранее не говорят о том, что невозможна электронная регистрация. Какие-то вот такие моменты, которые все равно у нас были, и для меня это вообще неприемлемо, когда клиент приходит на сделку, а что-то не так. Должно быть все по маслу, потому что и так у нас было достаточно времени на все это. Ну, ни один сотрудник банка об этом до сделки не сказал, не предупредил. Поэтому в этом была вся загвоздка. А может быть и сказал, но моя клиентка не поняла. Я не буду даже сейчас об этом говорить. Опять же, даже мой куратор не консультирует по таким сделкам в Сбербанке, потому что они новые, и об этом просто многие не знают. Вот не знают и все. Так что сейчас хочу сказать, что мы отдали документы в пятницу, довезли часть документов в субботу. и получается, да, понедельник вечером мы узнали о том, что сделка зарегистрирована. Даже через МФЦ, поэтому имейте в виду, сейчас регистрация довольно-таки быстро проходит. Соответственно, сейчас у нас среда. Нет, я вас обманываю. Сегодня у нас четверг. Да, в среду они у меня переехали. И сегодня, в четверг, мы едем все это отмечать, отдавать квартиру, соответственно, оформлять, открывать аккредитив, показывать документы на аккредитив. И впереди у меня длинный день. Я, в общем-то, буду пробовать это все дело вам рассказывать. Сейчас половина одиннадцатого. К двенадцати я должна быть на Кондрасском проспекте. Едет мой автобус. Ехать очень далеко, своим ходом. Поэтому прокатимся со мной. Так я удачно села в автобус. Надо дышаться. Убежала. В общем, я сделала пересадку на проспекте большевиков метро улицы Дыбенко. Еду на 264-м. Время 10.46. Вон отъезжает мой автобус. Ну что, время 11.32. Я хочу сказать, что я прекрасно доблылась. Мы с вами находимся на улице Замшина. Пересечение с Бестужевской. Это Калининский район. Отсюда уже виднеется мой финиш. Парк Полюстрова. Кондратьевский. 68. Корпус 4. И мы с вами сейчас прогуляемся по Бестужевской. Здесь такая аллея. Она идет прямо до Полюстрова. Даже у не металлистов там упирается в парк. Бестужевский сад. Вы знаете, у меня сейчас возникла такая мысль все-таки поделиться с вами моими впечатлениями о последних сделках. Я хочу сказать, что, к сожалению, я очень часто сталкиваюсь даже не то, что с непрофессионализмом моих коллег. Может быть, так нельзя говорить. Но к сожалению, это так и есть. Очень много сейчас агентств недвижимости, которые набирают молодых сотрудников для, ну, скажем так, завлечь, привлечь клиента, да, заключить с ним контракт. Скорее всего, взять предоплату предоплату за свои услуги. То есть, натаскивают прямо менеджеров, которые умеют вот, ну, скручивать, да, втюхивать свои услуги, скажем так, но не умеют, к сожалению, работать. Вот это прямо, прямо беда. И то, что сейчас вообще было на сделке, да, и предыдущей тоже, я вообще не понимаю, ну, что, как так можно? И люди еще берут за это деньги большие, причем, комиссии. хочу сказать, что помимо того, что был на сделке юрист, понятно, что я никогда не буду там говорить фамилии, названия агентства и так далее. Ну, одно агентство я, наверное, все-таки про него бы рассказала, потому что там, в общем-то, можно открыть и почитать отзывы, понять, что это вообще за агентство. Ну, конкретно, вот в последний момент, последние сделки, юрист, молодой парень пришел и он не читал даже договор купли-продажи, потому что он меня что-то спрашивает, задает какие-то вопросы, я на него смотрю, думаю, ну, я не пойму, кто в итоге делал этот договор, почему вы меня спрашиваете, почему вы мне задаете такие вопросы, когда вы должны это знать, как минимум подойти, прийти на сделку и вообще понимать, хотя бы, о чем идет речь, что из себя представляет сделка, какая она, для чего вообще, в принципе, вы приходите, если вы даже не читали договор купли-продажи. а потом еще на сделке пытаются показать свою какую-то значимость, он, ну, фактически мог нам ее сорвать, вот просто все, нет, не надо так, мы так не будем, и в итоге я эту сделку все-таки, ну, скажем так, вырвала, добилась того, чтобы мы ее провели, поэтому обращайтесь, пожалуйста, к знакомым, да, агентам, которые вам, не знаю, порекомендовали бы, да, ваши знакомые, могу сказать, что, например, агенты, которые часто и вообще работают по новостройкам, но чаще всего, я не буду всех под одну гребенку, да, я просто хочу сказать, что чаще всего агенты, работающие по новостройкам, они не соображают во вторичном жилье вообще, они очень много не знают нюансов, да, то есть, ну, что там, что в новостройке, что там можно знать и уметь, все, ты нашел клиента, выбрал ему важную, главную планировку необходимую, да, посчитал там ему всякие акции, и все, привел к застройщику за ручку, дальше все делает застройщик, по факту, а то, что происходит со вторичным жильем, ну, здесь просто, у меня не было ни одной похожей на себя сделки, а их было больше двухсот, двухсот, понимаете, ну, о чем мы говорим, поэтому, я хочу сказать, что не надо, вот, тоже у нас был, я спросила у клиента до этого, как вы вышли на это агентство, да, как вы, а он мне помогал покупать вот эту новостройку, ну, сразу все понятно, человек помогал покупать новостройку, а дальше некому было обратиться, я к нему обратился, и что делал агент, ну, он выставил рекламу, и все, и один раз пришел на сделку, я даже не уверена, что он читал договор, это ладно у нас, как бы тут, все равно берем все под свой контроль, и все делаем, возможно, продать, казалось бы, проще, но вот сейчас мы продаем, и я хочу сказать, что вообще не проще, надо изучать, даже не квартиру, сейчас, да, а изучать продавца, покупателя лично, и понимать, как он покупает, откуда у него деньги, с продажей, я имею ввиду, да, что он продает, когда он их получит, на счету лежат, на каком счету, может ли он снять с этого счета деньги, ну, в общем, поэтому, ипотека, одобрена или не одобрена, какой банк, какие условия, все это настолько важно, что я не понимаю, как люди пытаются самостоятельно что-то продать или купить, мы когда были в банке, сидела женщина, и консультировалась у менеджера банка, она задавала такие вопросы, и у той уже, не знаю, уже пять потов, наверное, там сошло, она ее, как бы, послать не может, и при этом, она консультируется вообще не по теме банка, вообще не по теме банка, и вопрос такой меня, конечно, убил, а скажите, кадастровый паспорт, сколько действует, ну, в общем, вот такие вот, знаете, вопросы, а что, какие документы для сделки, вы можете это сделать, я ничего не говорю, ради бога, но вы рискуете такими миллионами, особенно в мегаполисе, где очень много разводил, где очень много вот таких ушлых агентов, которые оставляют авансы, кидают, из этого вы страдаете, потому что в итоге сделка не проходит, вы, некоторые даже не проводя еще этой сделки, хотят внести аванс уже за покупку, и в итоге и те должны 50, и свои 50 потеряли, вот так вот, я свою клиентку, помню, удерживала до последнего, не давала ей вносить аванс за покупку, потому что, ну, потому что сейчас очень сложное время, и сделки очень тяжелые, сложные продавцы, сложные покупатели, дойдет ли эта делка до конца, непонятно, поэтому рисковать даже авансом 50 тысячами, но это все равно существенная сумма, для некоторых это и не одна зарплата, я скажу, поэтому не надо, надо все делать грамотно, доверять только проверенным агентом, профессионалом, мы с вами дошли до Кондратьевского проспекта, сейчас я попробую, наверное, здесь у нас отделение полиции, и вот мой дом, я жила здесь 8 лет, до сих пор работаю по этому району, считаю его одним из самых интересных районов города, лучших для проживания, здесь хорошая транспортная развязка, здесь целый квартал новых современных домов, много школ, садиков, парки, район очень зеленый, как видите, ухоженный, мне здесь очень нравилось жить, ну и в общем, продолжу вам жаловаться, дело в том, что сейчас меня вообще добил агент нашего покупателя, во-первых, агент сначала был один, который вносил аванс, и он да, я буду вести сделку, когда вносили аванс, очень были все шли на контакт, мы, правда, очень долго перепирались с ценой, я стояла на своем, чтобы мы не скидывали, он делал вид, что неправильно понял, и на сто тысяч нас опустил, я говорю, нет, 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 у нас другая цена, ну в общем, потом этот агент уехал в отпуск, прошло два месяца, он до сих пор в отпуске, я, конечно, этой кухни не знаю их, все документы, которые мы ему предоставляли, там, справки, формы, я ему отдала сразу, изучайте, соответственно, моя получила свежие их, вот, в итоге они не дошли так до нужного человека, то есть они его так и их не передали своему клиенту нашему, она вообще на сделке даже не знала, что она за услугу банковскую должна 30 тысяч, я даже ему раза три, наверное, она об этом писала, она просто сидит как 30 тысяч, мне платить 30 тысяч, а почему мне об этом не сказали, они разводят руками, ну как же, мы же вроде как же писали вам, что-то там такое, да, ну это вообще, бессовестные, конечно, и сейчас сегодня он добил меня тем, что он позвонил мне буквально, я делаю контрольный звонок, что у нас усилия, встречаемся в 12 часов, сейчас время без 15, вот я подхожу, а он мне говорит, вы знаете, я не успеваю, давайте вы там сами как-нибудь, как сами, вы принимаете квартиру, это, ну это вообще как, он даже там не был в этой квартире, то есть он отправляет свою клиентку, ну там посмотрите, вы же ее видели, сами там примите как-нибудь, я не понимаю, как так работают люди, не понимаю, она им заплатила денег на, видимо, на сделки, а все, дальше вы там сами примите, не примите, все ли там в порядке с квартирой, ну, просто, видят, что мы порядочные, что клиенты у меня порядочные, и дальше там сами, в общем, вот такие вот у нас дела, сегодня едет она, приезжает одна, соответственно, я сказала, приезжайте тогда в МФЦ хотя бы с актами, потому что мы ничего подписывать не будем, я на всякий случай взяла свои акты, подпишем в любом случае сегодня, потому что, ну, как бы, квартиру ключи мы тоже не сможем передать, пока они не отметят документы в банке, мы подстраховываем своего клиента от всяких фурс-мажоров и неприятностей, ну, давайте я вам сейчас дару во всей красе этот огромнейший дом, парк Палюстрова, находится он на перекрестке Бестужевской лабораторной, вот здесь, кстати, хочу сказать, есть кладбище, люди говорят, ой, как же там жить -то, на сюда против кладбища, вот вы видите это кладбище, я не вижу, но я знаю, что там есть, там покороны цоль, но она настолько уже старая, факту, зеленая, и, я не знаю, если даже у людей вот здесь выходят окна, если вам очень хочется рассмотреть, то можно и заметить, увидеть, мои клиенты в окно в другую сторону, и даже об этом многие не знают, что там оно есть, так, ну все, я с вами прощаюсь, сейчас буду созваниваться со всеми, и вещать вам по мере возможностей, ну я представляю, да, я просто веду блог в ютюбе, и показываю, так скажем, свою работу, ну вот, все, квартира у нас полностью пустая, освобожденная, так скажем, свободная, отделка от застройщика, все здесь даже, все паспорта, счетчики, все у меня клиенты приготовили, единственное, что вот эта вот стенка, она была обновлена, покрашена более в такой, даже вот, если вот отсюда, может быть, видно, голубовато-серый, да, оттенок, и вот вторая спальня, окна у нас выходят во двор, вот у нас здесь во дворе школа, вот такой большой балкон на два окна, если вы обратили внимание, здесь два санузла, сейчас мы подписали акт, вот еще раз, да, что здесь санузел, счетчиками, два стыка, и вторая спальня, тоже с выходом на балкон, сейчас постараюсь, вот так, и тоже здесь балкон, вот такой вот видите у нас из окна, так все не закрываю балкон мы сейчас едем вот она слева через 600 метров он и снаружи Вон часы, вот эти часы, а вот в этом здании, вон машинный выбор выехал туда, получается, а он хочет ворачить? Там просто такой светофор, двойной светофор получается. А, ты на нём уже? Я на нём, да. Я тогда за допомогущие граничники ехал, ну сейчас, наверное, в подъезд, говорит, ну что, товарищи. Там, получается, вот два светофора. Один вот прямо для направляющих, а другой, получается, налево только по стрелке. Двойной светофор. И там не повернуть, да? Нет, повернуть там. Ну всё, мы съездили в МФЦ, сейчас мы идём в банк. Ну как не любить такую работу, когда ты можешь приезжать в город и любоваться. Будний день, да? Это 5-3 метров. Чем мне это готовить? Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Перевела на себя полностью кредит. Еще это было сделано на дне сделки, но сегодня мы предоставили подписанный, зарегистрированный договор купли-продажи и выписку. Вот как раз в первом окошке. Во втором отделении мы показали документы на раскрытие кредитива. Моим продавцам осталось получить подтверждение о закрытии кредита, а покупателю, соответственно, оформить страховку. Вот такое отделение Сбербанка. Поулыбаться вам счастливой. Ну и все, закончили.